Получаю руки connection. Устанавливаю, отключаю у него autocommit. На самом деле в моем случае это не играет значение, потому что я у statement вызываю только один метод executeQuery. Друзья, моя вся транзакция и состоит из единственного обращения к базе. Если бы был set autocommit true, как он по умолчанию стоит, то просто это обращение было бы транзакцией. Просто что конец транзакции сделал бы gdbc. Я же говорю, нет, конец отключи, я вот сам тут дерну коммит. Окей. Да, границы транзакций. Я примерно показал, что такое транзакция в прошлый раз, если делаешь ромбэк, стирается все, что ты делал в этом connection. До предыдущей транзакции. Итак, бот у вас connection, вы с ним работаете. Транзакция, она привязана к connection. Получили connection, транзакции нет. Нет, 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 нет транзакции. Тут вы решили, вы что-то делаете с connection. Set tos, setter называется, транзакций нет. И тут вы делаете что-то, что база данная говорит, вы трогаете не какие-то там настройки, а вы реально трогаете данные в базе. Даже если это чтение. Я делаю какой-то insert, select, update. Делаю такой SQL. При этом база данных принудительно делает start transaction, begin transaction. Если вы смотрите SQL, то в SQL вообще есть просто, ну вот в транзакции, вот есть такая просто комбинация begin, trans или transaction. Так он на одном SQL сервере еще, вот посмотрим. Этой SQL, которую вы посылаете какому-то там, я не знаю, кому было прямо в мишке, begin transaction, потом insert, кормит, select, rollback. GBBC, я не знаю, что будет если через GBBC честно просунуть фразу begin transaction. Либо драйвер ругнется, он говорит, я делаю это сам. Либо же он кинет это на базу, не знаю. Итак, кинули SQL. Если у вас setAutoCommit True, то сразу после SQL сервер попытался сделать коммит. И теперь транзакции нет. Вот она началась и закончилась. Это setAutoCommit True. AutoCommit включен. И у вас сидит голый connection. В следующий раз вы что-то делаете, то вы опять делаете что-то невыносимое, что база данных пропускает только в режиме транзакции. Это когда вы трогаете содержимое суппорт таблиц. Не логин по SWORD меняете или там какие-то property driver, нет. В этом момент опять вам стартует явно транзакцию. На connection нет метода B1. Вашу SQL впаковывают, и после него производители делают коммит. Что будет, если это выполнение сферы кинулой exception? Я не знаю. Коммит или ронбэк надо глянуть на скитер. Потому что вообще в обычной жизни автокоммит выключают. То есть голый connection сидит. Вы делаете это действие. Делаете невыносимое действие со SQL. Вам стартует принудительно транзакцию. Транзакция не закончилась. Вы делаете еще один SQL. и решили закоммититься. Вы вызываете коммит. И транзакции больше нет. Если вы делаете следующий какой-то SQL, вам принудительно сервер статует транзакцию. Вы делаете SQL, делаете SQL, вызываете ронбэк. Транзакция закончилась. Ронбэк. Да, при этом вы отменили все действия, которые были в транзакции. Коммит означает «сохрани», можно сказать, на венчесте. Ронбэк означает «не-не-не, ничего не было, проехали». И у вас опять голый connection. Итак, connection может быть в connection. И когда у вас в руках connection, то в данный момент в нем может не быть транзакция, а может быть транзакция. Более одной транзакции быть не может. Есть, GDBC не поддерживает. Есть крутые базы данных, которые поддерживают, что в рамках одной транзакции, я говорю, я внутри еще хочу стартануть. Ну это делается как? Ты делаешь мощную операцию. Ты говоришь, стартует транзакцию. Я не знаю, получится ли. И начинаешь переводить деньги, хоп, что-то считывать, проверять. Говоришь, я хочу сейчас сделать попытку из 5 SQL. И ты в рамках этой транзакции стартуешь еще одну, делаешь попытку. Говоришь, черт, не получилось. Вызываешь маленький камень. Вот эта попытка склопается, она отменяется. И ты пошел дальше. GDBC в своем API вложенной транзакции не поддерживает. Это выглядит у нас как, у нас просто нет метода Bagging Transaction. Я не могу второй раз вызвать Bagging Transaction. Но вообще базы данных конкретно Oracle поддерживает вложенные транзакции. То есть вот это в случае, когда вам придется, по-моему, то есть если вы хотите, вам средства GDBC вы не справились. Вам придется драйвер привести к реальному классу. И драйвер наверняка имеет свойство для вложенных транзакций. Давайте просто глянем. Oracle GDBC nested. Так. Судя по всему, у них где-то вот это можно сделать. Ну, будем считать, что это чек нормальный. И, видимо, у него на стерл сервере 2005. Вот такая конструкция прокатывает. Да, это означает... Да, тут, кстати, возникает много вопросов. То есть он стартовал транзакцию, что-то сделал. Стартовал вторую. Сделал что-то еще. Закамитил вот эту. Сделал еще одну штуку. Потом откатил вот эту транзакцию. Вопрос в том, что здесь застерлась или нет. Зависит того, как это на газовку устроил. А, и млитрии. Короче, ответов нет. Могут ли сам проверять. Тебе нет. Ну, никто в ходе не пишет. А, нет, немного другое. Сейппоинт у нас есть. Нет, короче, способ. Ладно. То есть, если база поддерживает, придется выкручиваться как-то. Считать скайппоинт. Это раз. Теперь смотрите. В чем проблема? В чем проблема? Вот это в моем методе. Так, я получил с драйвер-менеджера connection. Отключил автокоммит. В данном случае можно было бы не отключать. Потому что у меня всего одно действие. Вот, executive query. То есть, мой connection произвел всего один statement, который я вызвал всего один раз. Просто так у меня сразу по окончанию этой строчки был бы вызван коммит автоматически драйвером. Так, я чуть позже сам вызвал. Итак, вызвал. Дальше я брал поперечному ключу. Я у себя ввел. У меня метод selectById. Я API. Решил. Если у меня выбор как поперечному ключу. А по этому ключу никого нет. Я кидаю специальное исключение. Ноут с очевидки exception. Это чисто по джавовски я вижу. Если вызываю метод, который однозначно должен что-то вернуть. А этого нет. То я не буду возвращать нут. Я кину специальный exception. Человек сохранил страницу на продукт 123. Через два дня нажал f5 страницы. Пришел запрос. А по коду 123 уже товара нет. Продан все. Итак. Угу. Поэтому я говорю. Если result c пустой, я кидаю этот exception. Поскольку next вернул мне boolean. Ну, чтобы я x сработал. Кроме того, next бросил как бы из ниоткуда курсор на первую строчку. Поэтому тут я прямо пишу. Продукт резал. Продукт резал. Продукт резал. Из резал цета. Вытащил ID. Из резал цета. Вытащил там еще что-то. Если я до сюда дожил, я вызываю commit. Вообще говоря, commit и rollback это не только commit, сохрани на винчестере. В rollback ничего не было и на винчестере ничего нет. Кроме того, commit и rollback означает конец транзакции. Это означает, что все ресурсы, выделенные данной транзакцией на сервере, могут быть освобождены. Потому что, если вы начнете rollback, то все действия надо отменить. Значит, сервер не просто выполняет действия, он и запоминает точно, что он сделал. Чтобы когда вы нажали rollback, он точно знал, что надо вернуть назад. Это действие могут быть огромные. Потому что может оказаться, что в реальной разработке типично фактически два типа эскелий. Один это действительно OLTP транзакции. Пользователь хочет построить продукт номер 1, 2, 3. Пользователь с ID 123 изменил сумму на счету на 2 доллара. То есть хлоп-хлоп-хлоп. А бывает в реальной жизни OLAP редко, а вот что реально бывает это надо из одной базы данных перевести в другую базу данных, все данные, все 100 тысяч записей. И ты садишься быстро на GDBC и пишешь такую простую утилитку, которая из текстового файла в XML или через запятую берет в список чего-то и загоняет. При этом ты стартуешь транзакцию и вызываешь, бежишь по файлу и вызываешь инсерты в цикле. И вполне может быть этих инсертов и 10 тысяч, и 100 тысяч в рамках одной транзакции. Ты открыл файл, сколько строчек нашел, столько инсертов. При этом там транзакции могут выделить очень много ресурсов. Поскольку в реализационной базе данных транзакции отключить нельзя, это означает, что вы всегда можете вызвать роллбэк. И база данных всегда запоминает, что вы делали, чтобы при роллбэке это отменить. Да, тут еще такой вопрос. Для оптимизации многие говорят, что если у вас транзакция только на чтение, то удобнее его тут вызывать роллбэк. Смотрите, транзакция только на чтение. Для него в конце коммит или роллбэк все равно вы ничего не изменили. Просто они говорят, что роллбэк работает быстрее. Вы просто говорите, а ничего не было, все, проехали. Когда делаешь коммит, говорят, там на севере, здесь эта база, все, они должны проверить. Они проверяют, что я делал, говорят, а человек только читал, нам нечего отменять. Мы просто освобождаем ресурсы. Когда делаешь роллбэк, это вроде чуть быстрее. В данном случае я понимаю, что если мы досюда, от выделения, до вот этой строчки делали только чтение, то вот в таком чистом голом SQL получается, что коммит роллбэк эквивалентный. Они могут быть не эквивалентны. Если я вводу официально, по белому, делал только чтение, но у меня апросис админ прикрутил хранимую процедуру на стороне сервера, которая прикручена триггером на чтение, и, например, каждый раз, когда пользователь обращается и читает данные из какой-то таблицы, у него триггер в другую таблицу, значит, FSB пишет, кто что читал. В ноль-ноль секунд по коннекшену с такого-то IP была прочитана такая-то строчка. Тогда, если я нажму роллбэк, возможно, я у него откачу, собственно, его запись в FSB. То есть у меня это будет выглядеть так select, а в реальности неявно база данных сделала запись. Тогда, если я нажму роллбэк, видимо, я отменю его запись. А ресурсы освобождаются при, так сказать, базе или в решок, но при голлбэке освобождаются ресурсы, да? То есть в неголы присваиваемся или так? Как-то на уровне базы, то есть на Java не влияет. А влияет ли это на поля айдишника, если у них стоит артоинкремент при роллбэке? Я так понимаю, реализовано по-разному, но обычно, когда делаешь роллбэк, то айдишник потерян. То есть то, как я видел, здесь артоинкрементное поле, выделяют, 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 вот кто-то делает роллбэк, его выделили двенадцатый айдишник, а в следующем тринадцатый, то все, двенадцатого нет. Сделали роллбэк, инсерт не прошел. Мы столкнулись с этим, с очень интересной проблемой. В электронном казино были акции. И там многие акции приурочены к тому, что, например, каждому тысячному надо что-то дать. Каждый тысячный пользователь, каждый тысячный ход, мы начисляем ему один доллар халявный. И мы не можем вычислить каждый тысячный ход, потому что у нас, кстати, одновременно. Вот наш границ, да, фильтр, например, в том кэте. У нас зашел запрос, девятьсот девяносто восьмой. И не вышел еще. Ну, через фильтр прошел, и там контроль. Девятьсот девяносто девятый, тысячный. И мы теперь знаем, что если вот те первые ребята, у них все будет хорошо, если у него будет эксепшен, мы тому человеку сделаем роллбэк, все, он ничего не сделал. Если этого не будет, то тысячный, это реально тысячный у нас. Но если кто-то из тех ребят, кто уже внутри, сделает роллбэк, то тот, кто был тысячный, станет как бы девятьсот девятым. А тут непонятно. Ну, в данном случае это такая ситуация, когда на самом деле как бы все равно кому что дадим. У нас реальная была проблема, что мы писали достаточно общее казино, такой движок казино, и там были акции разные. Одна из акций называется Jackpot. Как работает Jackpot? Выбирается случайное число, допустим, от нуля до 100 тысяч долларов. В какой-то момент он стартует. У него есть приз, допустим, тысяча долларов. Выбирается случайное число. И вы когда делаете ставки, допустим, это число 57 тысяч долларов. То чья ставка, если суммируя все ставки, которые в казино поставили, тот, чья ставка пересечет эту границу, срывает Jackpot. То есть ты знаешь, что от нуля до 100 тысяч долларов. А ты знаешь, что за сутки казино принимает 100 тысяч долларов ставок. Но это нормально, потому что казино обычно нагревает на 5% электронное. Законно определено. То есть со 100 тысяч долларов казино зарабатывает 5 тысяч долларов в день. Небольшая сумма. То есть 150 тысяч долларов в месяц. Так вот. Где-то здесь есть такая волшебная точка, что если твоя ставка ее побьет, ты получишь 5 тысяч долларов. Ты ставишь доллар. Вот ты проехал. Следующий ставит 3 доллара. Проехал. Ты ставишь 50 центов. Проехал. И вот они просто суммируют поставленные ставки. И тот, чья ставка пересечет эту волшебную точку, он срывает Jackpot. Как лотерея. Мы продали миллион билетов, и поверьте, среди этих бумагах где-то есть автомобиль. Мы не знаем мир, но мы точно в конце месяца кому-то дадим автомобиль. И тебя стимулирует покупать эти в макулатуру. Ты знаешь, что это случится. Ты знаешь, что у тебя есть граница. Молния в тебя может ударить, может не ударит. А тут точно. И проблема в том, что когда ты начинаешь приближаться, ты, вот я же говорю, в фильтре у тебя зашли сюда запросы. Если ты их просуммируешь, чтобы вот этот пересек границу. Но это если у вот этих запросов, вот я на время в фильтре, ты просто исчетчик, зашедший, вычисли запросы. Если те, кто зашли в начале, закоммитятся, если их запросы пройдут, например, он говорит, я ставлю доллар. Все чудесно. Вопрос, мужик, у тебя хватит? У тебя на счету доллар есть или нет? Если нет, мы нажимаем rollback выбрасываться, мужик, нет доллара. И очень сложно было ловить момент. Ну, в общем, в конце концов, это решили следующим образом. Была такая хитрая блокировка, которая сработала с следующим образом. Такая блокировка. То есть некоторый класс, трудно его называешь lock, unlock. Вообще говоря, одновременно метод lock у этой блокировки может вызвать любое количество классов. Любое количество потоков. Но эта блокировка знает, у нее есть такой момент, когда она понимает, что приближается критический момент. Мы сообщали о сумме денег. И когда мы приближаемся к этой черте, эта штука пытается выдавить, чтобы, если один поток вызвал lock и зашел внутрь, она в фильтре стояла сервера. Когда второй пришел запрос, называет lock, мы его блокируем. То есть идут параллельно запросы. Когда мы приближаемся к джекпоту, блокировка начинает сужать поток и не допускает, чтобы одновременно в сервере было сто запросов. Она сужает, и запросы до себя в фильтре. Блокирую поток, там другой. Тот вышел. Блокировка зашел следующий, вышел, зашел следующий. У нас получилось, что в районе джекпота в сервере начал слегка трубить. Ну вот, то есть реальная проблема с роллбэками. Да, там было четко, в чем дело. У нормальных казино, они особенно крутые для своих, значит, потребителей, значит, игроманов, если они доказывают, что они честные. Есть много типов честности. Одна из честностей, например, ну да, бах, и почему-то жена мэра города все время выиграет лотерею. Ну так бывает. Да, выиграет и выиграет. Куда-нибудь пойдет, все выиграет. Вот. Там обычно так. Один из примеров. Это в начале, допустим, недели генерируются случайные числа. Как бы так. В каком-то специальном формате. И они сохраняются на сервер. И всю неделю казино используют эти случайные числа. Сиды. Зерна. Не, ну сиды, то есть что получают, они прямо показывают, как они будут раздавать карты всю неделю. Это какой-то 10 мегабайт их файл. И в конце недели они его публикуют. А, в начале они, допустим, его публикуют, но он зашифрован криптоключом. А в конце недели открывают ключ. И ты говоришь, э-э, я поставил, смотрите, я играл, мне не везло, да. Потом поставил миллион баксов, а у меня одни шестерки на руках. Э-э-э, не надо меня разводить. Те говорят, в конце недели публикуют ключ. И официальный файл, который всегда лежал на виду, но был зашифрован, а ты его расшифровываешь, смотрите, мы решили, что в четверг 156-го игроку будут разданы на одни шестерки. Все по частоку. И вот эта проверка срыва джекпота, она очень четкая. Я не помню, как, но в казино так говорят, больше людей к тебе придут, если ты докажешь, что ты джекпот дал именно действительно тому человеку, который пересек линию. Не просто у тебя какой-то джава-кот, выбрал чай и дал ему деньги. Итак, теперь смотрите. Чем плох вот этот метод? Да, это просто метод, но представьте, что в типичном методе может быть много обращений к базе данных. Очень всегда один метод это один connection. Почему? Когда вы у connection вызываете метод, он тупит. Это блокирующий метод в базе. В типичное время 100 миллисекунд. Десятая доля секунды, база там крутит колесиками. Вам не нужен второй connection, потому что в этот момент все вызовы методов connection, они синхронны. Ты вызвал, заблокировался. Ты не можешь вызвать одновременно методы разных connection. Ты вызвал метод и затормозился, пока он не выполнится. И чтобы эксплуатировать два connection, вам нужно два потока. Иначе это не имеет смысла. Вы будете по очереди у них вызывать методы. Это было бы не так, если бы connection, если бы GDVC было синхронным. Ты вызвал метод insert, а тебя тут же отпустило. А потом, когда реальный insert пройдет, через десятую долю секунды тебе как-то пришлют ответ. Но GDVC чисто синхронное. Ты вызвал метод, и пока он не сходит в базу, не выполнится, не вернется, тебя не отпустят. В итоге, иметь два connection и три не имеет никакого смысла. Но для параллельных запросов, конечно, если одновременно два запроса пришли в сервер, TomCast генерил из кулова потока два потока, они действительно зашли в этот метод или в разные методы, и каждый получил поток в основном connection. Итак, тут я получил один connection, что так и надо, и в нем сделал всего один statement, и один раз его выполнил. Так не всегда бывает. Проблема в том, что этот метод сосредотачивает в себе две вещи. Он выполняет две роли. Первое. Это он задает бизнес. То есть, например, что здесь по бизнесу видно? Какой SQL надо послать в базу? Я создал сущность select by ID. Что я мне определил? Какую строку послать в базу? Я определил, что надо вот туда установить этот ключ. Не квадрат ключа, не половину ID, а именно ID. Ну, если это строка, возможно с ней назидки-то преобразовать. Привести к верхнему кейсу, что-то почистить там, не знаю. Вот этот if. Это бизнес в честном виде. То есть, ну, это серьезная часть API. То есть, как я реагирую. Когда была выборка по перечному ключу, а выборка пустая. Я кидаю exception. Потом опять же, вот тут какой-то бизнес преобразование может быть. Например, я вычитал строку. Я должен с ней что-то сделать. Может в базе другие комбировки, чем здесь. Это одно, что я делал. И действительно, это должно быть здесь. Второе, я здесь также сделал то, что здесь вообще не надо. Я здесь определил границы транзакции. Я отключил транзакцию. А теперь отключил автокамин. Если я дожил до вот этой строчки, то есть я проработал все же здесь. Я вызываю commit. Иначе, если я попал в catch, неважно откуда. Тут любая строчка кидает из query exception. То я сделал маленькую утилитку. Типичный метод сто пятьсот раз встречается во всех премьерках. Бла-бла-бла quietly. Это rollback. Rollback quietly. Роллбэк потихону. Первое. Он просто корректно обрабатывает, что будет, если аргумент null. Ну, чтобы не было null pointer exception. Чтоб я их не делал. Я той штуке даю штуковь, но у себя null ничего не будет. Не null вызывает. Второе. Вызывается в try-cache и catch проглатывает exception. Бывает ситуация, ну, когда ты вызываешь уже rollback, например, то у тебя уже все плохо. Если эта штука еще выкинет exception, ну, тебе она, наверное, не нужна. То есть, если я попал в catch, в SQL exception, то есть у меня этот блок выкинул в SQL exception. Я потихону закрываюсь. Да, можно на уровне Java 7 выкручиваться, а вдруг rollback тоже выкинет exception. Можно писать свой код, можно схватить тот exception и добавить его в этот exception, оригинальный в виде чего там. Утрай с ресурсами. Отсосли? Подобрали? Да, да, да. Соспендед. Соспендед. Да. Ну, я тут решил по старому. Черт с ним. Не надо. У меня уже есть exception, он оригинальный, он в начале. Если я дошел до final, а, до final в любом случае дошел, если системы этого не было, у меня есть close, quietly. Таким, чтобы он был. А этот цикл, вот у меня есть connection. Prepare connection и statement и result set являются auto-closet able. И так весь из 7 джава. Для троя с ресурсами, то есть у них есть метод close. Этот метод close, то есть они имприменят на фейс auto-close able, но как это использую, не знаю. У меня оказывается, что и result set, и statement, и connection имеют методы close. Но я не хочу лепить три метода. Я думаю, что всех у них у трех есть общий предок auto-close able и метод close объявлен в нем. Поэтому делаю close quiet для auto-close. Если null, ничего не делаю. Если не null, вызываю close, exception прогладывается. Гарантированное закрытие. И у меня close quiet для вараринга. То есть на самом деле вот эта штука троеточие полностью эквивалентна к квадратным скобкам массива. То есть тип ресурс это auto-close able с квадратными скобками. Я прохожусь и закрываю. Каждую из них закрываю. Я прогладываю exception в том числе, потому что у меня много аргументов. И закрытие первого кинуло exception. Я не хочу, чтобы мне помешало закрывать второй. Ну, чтобы быть абсолютно честным по отношению к exception, это конечно неправильно. Любой, абсолютно любой exception, который был сгенерен, не должен попадать в catch без ничего. Ну, в главном случае, то есть у нас не лекция по exception. Так вот. Что еще очень важно? Очень важно закрыть все эти штуки. Здесь оказывается, что по спецификации, если ты закрываешь statement, то закрываются все result set, которые… Да, что такое закрытие? Закрытие – это ты драйверу говоришь. А драйвер говорит базе данных, чтобы были освобождены ресурсы. Поскольку result set может представлять собой, на самом деле, ссылку на некоторый курсор, который присутствует в базе данных, и помнит о том, что ты там по таблице лазил и прочитал только сто строчек из миллиона, как ты result set здесь, вызываешь close. Он говорит драйверу, а драйвер говорит на сервер, что все, это больше не курсор. То есть у тебя в руках остается result set, но, скорее всего, любой метод кидает какой-нибудь exception. Типа я уже закрыт exception. То есть если вам result set не нужен, вызовите close. Вы освободите ресурсы в драйвере и на сервере, что главное. В драйвере это Java объекты, у них гигабайты. А вот в сервере там все плохо. Гигабайты курсора – это может быть уже смерть для них. Так вот. Закрываешь statement, закрываются его result set, закрываешь connection, закрываются его statement и закрываются result set. Да, по спеке gdbc так, но многие драйвера нарушают это правило. У многих драйверов, оказывается, Stackware Flow полон этой проблемой. То есть если вы закройте connection, но не закройте result set, я не думаю, что это баг автора в реализующей gdbc. Скорее всего, они нарушили спеку gdbc, чтобы показать одну из фич своей бага. В базе можно закрыть connection, освободятся ресурсы. Ну, я не знаю, как стоит. Короче, вот эти штуки можно закрыть, а курсор еще будет живой. Непонятно, что это значит. gdbc сказал, что это странная штука, но в некоторых базах есть, и у них, у этих баз, обязательно, чтобы не было истощения ресурсов, чтобы не начало материться база с криком, что эти не дам больше. Connection не дам. Или proper statement они будут. Ты исчерпал лимит 128 proper statement. В этом случае желательно их закрывать. Порядок я взял самый маленький, средний, большой. Тут я уже не знаю, что будет закрывать в обратном порядке. Может быть, это будет быстрее, не знаю. Типа закрываю connection, все закрывается, потом хлоп-хлоп-хлоп. Итак, это весь метод. В чем его проблема? Проблема в том, что сюда вбиты границы транзакции. Начало автоматически происходит, а вот конец. Connection commit, вот тут connection rollback. Хитрость в том, что с какой стати мы решили, что транзакция состоит из этого метода? Представьте, что вот ваш контроллер. В нем пришел запрос. Вася хочет петь и перевести деньги. Поэтому в контроллере есть user.do, а также есть налоговая. И я хочу в ответ на этот запрос, что Вася хочет перевести Пете 50 долларов. Да? Я, вообще говоря, судя по всему, должен сделать три вызова дао. Я должен у юзер дао сделать там, не знаю, change money, Вася минус 50 долларов, минус 52, один доллар. Снял 51, начислил 50, и налоговая дао, change money, плюс 1 доллар. Я у Васи снял 50 долларов, начислил Миша и с Васи взял один доллар и перечисел все налоговая за перевод денег. То есть получается, что транзакция, ну да, я конечно же могу для этого специально сделать отдельный метод, где получить connection, потом оттуда сделать копипаст этого метода, этого метода, этого метода и в конце сделать commit. Потому что проблема, если я сделаю вот так, то каждый из этих методов включает не только код change money, а он также включает код границы транзакции. То есть вызов этого метода это автоматически транзакция. А я в контроллере, когда налепил доошек, смотрите, вот у меня доошки, да, три штуки, указывал вот такие методы. Вообще говоря, иногда метод такой, что это точно транзакция. Вот метод, когда он заканчивается, это уже все, это конец. Но чаще всего появляются контроллеры, вот этот контроллер. И он использует, то есть контроллер, это собственно говоря, такая функциональная точка, это то, что реально видит юзер. Юзеры могут переводить деньги, юзеры могут блокировать свои счета, не важно сколько и как это называется метод удалок. У юзера из ЦАПа заблокировать мой счет, из ЦАПа сменить пароль, перевести 50 баксов другому человеку. В таком случае, в реальности, границы транзакций знает только контроллер. Но вот этот контроллер хочет вызвать вот этот метод, еще раз этот метод, еще раз этот метод и вот этот. А вот этот контроллер хочет один раз вызвать этот метод и два раза вот этот. И в таком случае, оказывается, что границы транзакций должен определять контроллер. Вот он знает, что у него цельным куском идет 4 вызова. Да, и тут все понятно, почему наша транзакция. Потому что в рамках транзакции любое обращение к базе может привести к эксепшену. Мы сейчас говорим про идеальную базу, которая всегда железобитобно работает. Сейчас я объясню, откуда могут быть эксепшены. И когда я хватываю несколько раз ходить на базу, я сначала должен снять 51 доллар. База может рвнуться, что у человека нет 51 доллара. Потом я это начисляю 50 долларов. База может запретить это действие, потому что человеку нельзя начислять таких сумм. Он заблокирован за мошенничество, например, на уровне базы. Сисадмин ввел свой блестящий SQL и теперь этому чеку нельзя менять состояние счета. Ну, заблокировали до проверки. Перечислил налоговый, ну не знаю, бюджет лопается, все уже собрали налоги. И тут часто оказывается, смотрите, что у базы данных есть такая максимум в корпоративном мире, что данные живут дольше, чем функционал. То есть в корпоративном мире, если у вас есть сеть супермаркетов или если у вас какой-то банк, то вообще говоря, его данные важнее, чем программы. То есть для сети супермаркетов данные о всех продажах за последние пять лет в базе данных, они важнее, чем ПО, которое у них на кассе. Они важнее, чем сайт. Потому что у них исчезнет сайт, исчезнет кассовые аппараты. Они просто остановят работу на две недели, побегут к конкурентам, заплатят три суммы бабла, купят все эти программы, прикрутят к базе и будут работать. Но если у них пропадет база, то у них пропадет вся информация о клиентах. То есть это банк, он потеряет всю информацию о клиентах, все состояния счетов, вся информация, вся эта внутренняя штука. То есть они просто не смогут заплатить налоги в этом месяце. Более того, потеря информации о клиентах – это все. Потеряется состояние. Они у этих заняли деньги, а тем дали под процент, а теперь они не помнят у кого что они взяли. Так вот, из-за этого данные, поскольку они важнее в корпоративном мире часто, чем программы, это не всегда так. Ну вот, в банковской сфере это так. В банковской ПО, так скажем, данные, база данных сама обеспечивает целостность и сохранность данных. Это означает, что если вы в браузере ввели свой логин и послали, попали на контроле на сервере, он вполне возможно проверил, правильный ли у вас логин. По длине, по юге-коду, не наставали ли у вас символов, которые мы не можем отобразить. И так далее. Но когда его послали в базу, вполне реально, что база тоже проверила валидность логина. Поскольку в корпоративной базе, возможно, подключено большое количество ПО. Это у нас система клиент-банк. А это у нас подключены банкоматы с улицы. А это мы подключили региональное отделение. А это наша интеграция с Южной железной дорогой. А это банк-конкурент, с которым тем не менее у нас общая кредитная программа. Мы не можем наши бесценные данные доверять вот этим вот всем товарищам. Поэтому у нас здесь сисадмин сделал железобетонную защиту. И он все бизнес-правила взял и повторил здесь. Хакеры в базе данных? Мы не слышали такого. То есть мы не для того заплатили за ворок 200 тысяч долларов за лицензию, чтобы кто-то залез в какой-то там, где-то средний подонок, залез в нашу базу. Он говорит, нет, ты ворок не залезешь. В Tomcat? Да, да, open-source. Все там лазят, постоянно в javi-хаке. Вороки? У меня не слышал, что были какие-то баги вороки. В базе данных 35 лет, кстати, она не будет. Так вот, у них есть все эти проверки. Более того, если происходит автур, и оказывается, что у нас возникли мошенники, или же где-то оказалось, что мы потеряли список номеров карточек в 50 тысяч опубликованных, то наш MegaSysAdmin, он прибегает и вводит новое правило в базу. И мы блокируем все операции по этим 50 тысячам счетов. После этого оказывается, что у нас рассинхронизация правил. Контроллер у нас, в общем-то, когда обращается к базе, он не знает, разрешит ли база это. Даже если все вроде классно, он все выполняет. То есть он прямо сейчас, человек что-то там делает, в следующую секунду этому человеку заблокировано вообще доску к базе. Потому что сисадмин нажал и все. У них там автур, они нажали кнопку, у них все операции с базой заблокированы. Или все операции с этой таблицей. Все операции, например, на запись. Читать, да, люди могут просматривать состояние счета. Менять нельзя, у нас выяснение, у нас какой-то дыра в системе безопасности. Так вот, это приводит к тому, что любое обращение к базе может заявлять назад исключение. Мы можем отдельно рассматривать, как по исключению понять, что конкретно не понравилось в базе. TCP порвался или база, или вы нарушили правила базы. И в этом получается, что когда мы делаем одно наше бизнес-действие, которое включает Снять деньги, начисли деньги, начисли деньги. В любом месте мы никак. Мы можем понизить вероятность, что полностью избавиться от того, что база отвергнет наше действие, мы не можем. Возможно, этому человеку нельзя снимать суммы больше 25 долларов. Сейчас. А этому человеку, возможно, нельзя начать взять деньги. Он мошенник. Это решили миллисекунд назад. Поэтому, фактически, идея в том, что вы стартуете транзакцию, делаете действие. Если в какой-то момент вы уперлись в тупик, то вы просто называете роллбэк. А клиенту рендерики, я уперся в тупике, пытайтесь объяснить. У вас недостаточно прав. Отноу-эрор. Часто здесь корпоративная система не объясняет, что произошло. Они генерируют код ошибки. То есть, когда на сервере поняли, что какая-то бага, они в какое-то место записали. Этот человек нарушил правила инструкции 7632. Или просто, вероятность, что человек мошенник 50%. У него странные операции на счетах идут в 12 ночи. Человеку мы генерируем код и на экране показываем код. И говорит, мужик, у тебя произошла проблема вот этот ID. Если ты этот ID по телефону нам сообщишь, мы тебе попросим извинения и объясним, что произошло. Мы не показываем ему exception. Мы месседж ему не показываем. То есть, даем код, человек не созвонит. У нас оператор смотрит по ходу и говорит, на проект потенциальный мошенник. А у оператора через 20 минут уже все объяснения не мошенник. Он говорит, извините, это была проблема. Пожалуйста, вводите еще раз. Мы очень приносим извинения. Или извините, в связи с какой-то деятельностью временно переводы средств замороженной. Так вот, в этом контексте окажется, что границы транзакции знает только контроллер. Это DAO-хи, это контроллеры. Таким образом, нам необходимо вот эти методы коммит-рубэк, которые подложены в DAO, вырвать. Их вот здесь не должно быть как бы. Их надо перенести. И снаружи мы сделаем такую штуку, транзакшн-менеджер, в которой мы говорим, начинаем транзакцию. Потом лазим по разным DAO-хам. Сколько хотим. Рекурсивно, да, рекурсивно. В цикле бесконечно. Да, все равно. Когда надоело, мы транзакшн-менеджеру говорим, commit или rollback. И он говорит, ага, и он каким-то образом, транзакшн-менеджер, все это дело, значит, либо заливает, либо откатывает. Так, сегодня уже 10.31. Мы не будем рассматривать. В следующий раз ставим транзакшн-менеджера. Давайте, дайте мне одну минуту, если кому интересно, я покажу, как транзакшн-менеджер работает. А в следующий раз будем детально разбирать. Итак, первое, что у нас есть. Мы внедряем некоторый интерфейс — data source. Data source — это интерфейс из GDBC. Это интерфейс, у которого всего два метода. Получить connection. Это обобщение штуковины, которая выдает connection. Она не знает, откуда они. Драйвер — это конкретный класс, который на кто-то берет. Data source — это просто я источник connection. Хорошо. И теперь в моего GDBC появляется data source. Метод set data source, который был восстанавливать при помощи спринга. Метод select 2Agi — берет connection у data source, не у driver-менеджера. Когда ты берешь у driver-менеджера, те выдают...